всем привет сидим в гараже новая рубрика так вот смотрите какая ерунда ребята получается хотели делать пассата моего коробку передач лохматить там уже пришел клапан регулирующий прокладка ну не суть смысла не в этом так вот сейчас в гараже и ну я как бы не предполагал что вот у этого автомобиля ford focus 2 до рестайл пробег 85000 может случиться такая проблема то есть я говорил там тазы говно какие-то старые может быть древние машины могут вас подвести но оказывается что может подвести даже просто да ну новую тачку купишь она тебе также сломаться может в любой момент понимаете какая фигня и это не может не расстраивать так вот смотрите порт фокус 2 вот сейчас состояние двигателя что мы имеем сняты коллектора головка блок двигателя так вот видите что произошло рассказывать хозяин этого автомобиля захотел сделать себе чип-тюнинг то пришел мужик ему подключил через ноутбук сделал чип-тюнинг сделал и как оказалось вроде бы тачка стала ехать но хозяин переборщил немножко с педалью газа и на четвертой скорости и можно сказать что нормально даванул около 140 он ехал так вот какие симптомы вот он есть 140 газ полностью жмет такая рожа довольная представляете да и что просто провал то есть не было никаких стуков ничего просто машина заглохла понимаете на трассе это было он мне звонился мы приехали разобрали кожух пластмассовый отогнули где видно сам ремень то есть он как бы целый ремень стартера прокрутили он крутится но и крутится не постоянно с такими небольшими перерывами понятно на галстук купил короче трос по пути кстати туда за 500 рублей написано 5 тонн выдерживает я вам два раза прикиньте порвался то есть отвести четыре километра его на галсту киос этот фокус порвался два раза дерьмо говняный так вот привезли в гараж что оказалось на самом деле то есть вот ремень генератора который крутит да вот этот генератор это грм который крутит весь эти звездочки да вот эти так называемые волы он не порвался он целый все нормально но тут такая конструкция у фокуса может быть у других фордов такая принципе конструкция что сам шкив коленвала вот этот шкив на коленвалу на самой оси держится просто моментом затяжки то есть там нету шпильки как таковой ну обычно шпильку да делается здесь нет шпильки то есть просто насаживается на конуснообразный как бы шкив ну там немножко вот и затягивается гайкой то есть гайка затягивается очень сильно там вот такой вот такой рычаг то есть ремень ГРМ менялся в том году и вполне возможно что нужно было просто протянуть протянуть но естественно это никто не делался никто не делал и понимаете какая верно что вы вы даже не узнаете что у вас раскручивается потому что если бы там допустим была шпонка если бы он открутился этот болт то может бы какой-то стук появился правильно тут просто он прокрутился на самом этом валу на коленвале и все и получается что на скорости 140 км в час загнули клапана все мы сначала когда разбирались это дерьмо мы думали что может быть один два там три гадали такие стоим гадаем оказывается ребята все очень печально вот смотрите вот поршня они у нас с выемкой но это выемки вот эти да они ну я имею ввиду вот эти выемки они маленькие все равно они сделаны конечно под клапана для уменьшения камеры сгорания и так далее но их этих дырочек да вот выемок их не хватает и потому естественно естественно клапана у нас вот так вот как я люблю на обзорах вот так вот все здесь такая же ситуация то есть можно сказать что на моих глазах это все произошло печальная ситуация печальная ситуация я просто не понимаю почему нельзя просто этот шкив коленвала да не знаю насадить на квадрат какой-то чтобы вообще не проворачивался тем делать шпонки дебильные зачем делать этот затяжку здесь кого это делать это делать на расписание чтобы мы покупали запчасти потом да для ремонта двигателя что ли зачем это делать пойдете дальше мы все разобрали вот пацаны головка двигателя так вот вот клапана выпуск пуск они видите как видите на фокусе 2 объем двигателя кстати 1 и 5 1 6 115 лошадиных сил так вот здесь не разные я думаю одинаковые между прочим так вот они все загнутые все пусть вот просто сняли что там с этими так называемые клапанов там неизвестно понимаете то есть они должны быть в притирку по идее но здесь просто пол сантиметровые зазоры везде на всех клапанах на всех 16 клапанах пацаны представляете это беда я скажу беда серьезно так не ладно хер снимать с этих головка пускай этот кореш со своей тачкой катится куда хочет пускай он сам это делает но смысл в том что это сейчас тема снята а двигатели домкратии это дерьмо не выкатить чтобы заняться своим своими ласточками понимаете какая херня поэтому это понял что ремонт посадчика немножко затянется у нас два варианта делать самому ну просто у нас нету там этого инструмента для протирки там ну какие-то точных приборов мы не можем ну просто зачем доделать это не таз это не восьмерка понимаете это на марка где надо делать нормально просто делать для себя поэтому у нас второй вариант это отвести к специалисту то есть вот мы с этой головкой разбирать ничего не будем просто если мы разберем и потом повезем если у нас не получится у нас просто не примут работу понимаете не примут деталь то что скажет мастер ты чего дурак что ли ты где-то разобралась сейчас будут собирать по частям поэтому вот эту штуку просто целиком сейчас отвезем к специалисту и он нам уже будет делать вердикт клапана что-то дополнительные какие-то может быть может быть какую-то трещину обнаружит не знаю в головке самому там блоки посмотрим что получится если вам интересно я потом конечно цену оглашу вообще в итоге что 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 в итоге обошлось хозяину когда он загнуло все клапана все 16 нахрен вот так вот пацаны понимаете какая херня не повезло хозяину не повезло вот такой это ребята в случае жизни я вам скажу печальный печальный случай жизни так нет ладно бы это случилось здесь у нас почти практически в городе если бы случилось на трассе или в отпуск или в отпуск допустим куда-то 300 пеха правильно представляете какая он давно ну а блять этой хуйей занимается здорово я сейчас позвонил человеку который занимается переборкой огласил такую цену 350 рублей с клапана в итоге получается плюс сборка-разборка 1000 рублей ну примера посчитали получается где-то 7000 работа и плюс клапан он оригинал по моему полторашку стоит надо менять еще посадочные места и колпачки маски съемные процесс как ты как говорится пошел будем заказывать и с этим делом уже просто привезем человека который будет этим всем заниматься пока все